Здравствуйте! Иногда, даже сидя дома, не выходя из квартиры, можно найти приключения на свою голову. Два года тому назад, как раз в канун Нового года, зазвонил телефон. Я вскочила, побежала, упала, очень сильно ударилась, разбила очки, ударила голову. Было очень и очень больно, но все обошлось тихо, спокойно, были просто ушибы. Вчера сидим мы на кухне и затеяли перестановку. Холодильник стоял здесь, давай переставим его в угол, да, вот на ту сторону, туда будет больше света, как-то будет в кухне оказаться более такая просторная, может что-то сделаем еще, как-то подумаем, подумаем, ага, туда поставили холодильник, сняли шкафчик. Сняли шкафчик, значит мы сейчас этот шкафчик повесим на ту стенку. И тут произошло то, что не должно было произойти, потому что 100% мой супруг, мой любимый оператор, конечно, оказался виноватым и пострадал. Пострадал очень сильно. Хорошо, что у меня дома всегда есть перекись водорода, есть лед в морозильной камере. Вот, и он ударился, он упал. Я вам сейчас покажу, погром какой. Вот, и расшип, даже рассек верхнюю губу. Вот, благодаря перекиси лед остановили кровотечение. Вот, и наложили один маленький шовчик. Я, конечно, вся на нервах, еще до сих пор я успокоиться не могу. Изначально вот в этой нише стоял холодильник. Действительно, он закрывал свет, окно маленькое такое, кухня как-то темная всегда была. Поэтому, когда мы убрали холодильник, то вот эта стенка была пустая. Для того, чтобы повесить шкафчик, такой шкафчик, который там висел, то нужно сделать крепеж. Сколько я понимаю, правильно я сказала, это крепеж. Значит, первое, он начал сверлить дырку и попал именно в провод. Значит, мы остались без света, ладно. С этим мы легко справились. Еще, еще чайник стоит. Да, чайник я вам сейчас покажу, где теперь чайник стоит, потому что эта половина таки осталась без света. Вот, и вот это я говорила, ну зачем ты вот, ну ладно, потому что нужен мастер, нужен электрик, пригласи электрик, и без проектов нужно в одну секунду. Я все сделаю сам. Ладно, ну сделал. Тут беда не случилась. Дальше, ага, да, потом он берет этот шкафчик с той стороны, опять-таки берет сам, я говорю, послушай, ну шкафчик-то он хоть и маленький, хоть и пустой, но он же тяжелый и неудобно. Я кого-то пригласил, есть соседи, есть сын, ну нет, я сам. Я вот, значит, это такое, как фраер, я не знаю, ну как это, вот мужчины так любят доказать, что ли, да, вот что они все могут, но так нельзя все-таки. Берет он этот шкафчик, вот, поднимает ссудей. Вот эту минуту я уже как-то, знаете, она так промелькнула очень быстро, что я даже не сообразила, как это и что это. Он даже, не помню, была лесенка, да, лесенку еще взял, взял лесенку, потом залез вот на этот столик, который внизу стоит, и тут, конечно, все полетело. Я даже не знала, как его спасать и как его удержать, и вообще, даже вот до сих пор я так и не сообразила. В общем, стол, вот эта шкаф как-то в одну сторону полетел, вот это все, смотрите, развалилось, видите, вот оно все разбилось, развалилось. Короче говоря, это ужас один, там что-то до сих пор, я не знаю, в каком, в общем, вот это все отлетело, в общем, он летел вместе с этим шкафчиком. Конечно, вот я почему делаю это видео, потому что, ну, прежде чем что-то предпринимать и там переставлять, перевешивать и долбить, все-таки нужно спокойно, ну куда это, зачем это спешить, тем более в нашем возрасте, какая спешка. Ну да, подстраховаться, тем более, ну мы же живем не в лесу, но в другом люди. Ну я не знаю, слушайте, ну вот у меня был настоящий шок, настоящий шок. И он тоже, он такой, ну он никакой был, он просто был никакой. Теперь я вам показываю свою кухню. Самая главная ошибка в том, что он снял столешницу и ее обратно не поставил. И когда, ну, вешал шкафчик тут, да, то стал вот на эти планки, то есть, естественно, они не выдержали, потому что, хотя он худой, но он плюс шкафчик получился большой вес. И вот это все, естественно, вообще лопнуло, да, вот так вот. Ну кто же так, ну виноват же, виноват, может так делать. А теперь на том месте, где стоял холодильник, у меня стоит посуда, чайник, потому что с этой стороны есть розетка и можно закипятить воду. Ну, в общем, такая маленькая перестановочка произошла. Мораль сейбаснин такова, если бы не поспешили, то могли бы сделать данную работу, ну максимум за два часа. А теперь будем делать долго и нудно. Почему? Потому что для того, чтобы повесить в шкафчик, кстати, шкафчик тот верхний, он целенький, невредимый. Как он летел с ним, я не знаю, то есть, скажем, что тот не развелся шкафчик. Но нужно отремонтировать там розетки, там свет, значит, свой провод, поэтому все равно придется вызывать электрика и делать все, как положено. А это уже дело времени. А потом повесим, а потом надо будет отремонтировать нижний шкафчик, а теперь уже, я не знаю, то ли ремонтировать, то ли все выбрасывать, то ли продать кухню новую. Вот такие дела. Поэтому не спешите. Всегда нужно думать головой, хорошенечко обдумывать все свои действия. Все вам самое здоровое. Поспешил людей, точно, да-да-да. Молодец, дорогой мой. Поспешил людей, не смешил. Всем доброго. Всего самого-самого хорошего. Пока-пока-пока. Продолжение следует...